В Тверской области возобновил работу волонтерский штаб «Мы вместе». С 17 ноября добровольцы вновь начали принимать заявки от пожилых людей и маломобильных граждан на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости за счет заявителя. Как обратиться за помощью к волонтерам, а также каков итог их деятельности за первые пять месяцев работы, обо всем этом в материале съемочной группы нашего телеканала. Волонтерский штаб «Мы вместе» начал работу весной текущего года в разгар пандемии коронавируса. Добровольцы принимали заказы на доставку продуктов, питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. За пять месяцев весенне-летнего периода волонтеры выполнили 1135 заявок по Твери и 367 по районам Верхнего Лжья. Кроме того, волонтеры принимали звонки на региональной горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции, а также участвовали в переоборудовании резервных и провизорных госпиталей региона. Как считают организаторы акции, итог весенней части этой деятельности можно оценить положительно. Все задачи, поставленные перед нами, мы выполнили в полном объеме. Никаких проблем у нас не возникало. В целом, работу, которую мы провели, я считаю, сделаны правильно, выполнены в полном объеме. И надеюсь, что она помогла сдержать частично пандемию коронавируса. Осенью этого года, когда ситуация с распространением COVID-19 несколько усложнилась, а ко всему прочему был зафиксирован еще и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, на федеральном уровне было принято решение работу волонтерских штабов «Мы вместе» возобновить по всей стране. 17 ноября добровольцы Тверской области вновь начали принимать заявки от жителей Верхнего Лжья, доставляя за счет заявителей все необходимое. На сегодняшний день в круглосуточном режиме в штабе «Мы вместе» работает порядка 400 волонтеров. На данный момент работа строится у нас пока немного в дистанционном формате, так как отсутствует дистанционное обучение, которое в ближайшее время, наверное, будет каким-то образом сформировано для волонтеров. Вопрос строится следующим образом, что люди обращаются на горячую линию, заявка поступает к нам, мы ее обрабатываем в дистанционном формате, дальше, примерно через день, ребята выезжают на выезды. Как рассказывают в Тверском волонтерском штабе, в каждом муниципальном образовании открыт местный штаб помощи пожилым людям. Также действует горячая линия, куда можно подать заявку на оказание адресной помощи. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, такая помощь сейчас как никогда важна для всех жителей Верхней Волжья, и особенно для пожилых и маломобильных граждан. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте. Обратиться за помощью к волонтерам можно по единому телефону горячей линии 8 800 234 11. Заявка будет рассмотрена федеральным штабом и в кратчайшие сроки передана тверским волонтерам. Заявка будет рассмотрена федеральным штабом и в кратчайным штабом.